всем привет с вами я александр иванек и флагман линейки l style lg optimus l7 с этой моделью я познакомился еще в барселоне но тогда мне был установлен голый android который не мог чем-либо удивить сегодня у меня в руках коммерческий образец с фирменной оболочкой optimus ui 3.0 оболочкой которая покорила меня своей функциональностью и красотой не последнюю роль в этом собирал 4 3 дюймовый ips дисплей итак давайте знакомиться с l7 ближе дизайн устройства выдержан в одном спрада фонба lg 3 0 стиле рубленый верхний торец рифленая поверхность задней крышки и сглаженные боковины и хотя дизайн дело вкуса нельзя не отметить что благодаря внешнему виду l7 выделяется на фоне похожих друг на друга смартфонов это справедливо и для других только-только появившихся смартфонов sony xperia solo htc 1b наш образец черного цвета но в продаже также будет смартфон с белым корпусом на корпусе смартфона 4 механических клавиши домой на фронтальной панели рядом назад и меню включение блокировки на верхнем торце и сдвоенная клавиша управления громкостью на левой боковине для тех кто никак не может привыкнуть к отсутствию механической клавиши камеры предусмотрели возможность использования клавиш громкости нажатие на любую из них приводит к фиксации кадра или началу записи ролика под съемной крышкой задней панели скрыты слоты до sim карты и карт памяти micro sd а также аккумулятор с самой большой емкостью в классе на целых 1700 миллиампер часов на лицевой панели расположилась в же а камера два датчика микроскопическая прорезь под динамик клавиши управления и 4 3 дюймовый IPS дисплей как нам стало известно в этой модели решили не использовать защищенное стекло gorilla glass поэтому понять насколько хорошо она будет переносить тяготы использования можно только через какое-то время за период который мы провели со смартфоном царапин на нем не появилось так что можно надеяться на то что так будет и в дальнейшем мы неоднократно говорили о том что смартфоны lg не могут похвастаться не функциональным некрасивым интерфейсом оболочка optimus и обладала минимальным количеством изменений по сравнению с голым android и вот произошло чудо помимо красивого погодного виджета рука разработчиков коснулась всего начиная от экрана блокировки и заканчивая ярлыками смартфон lg optimus l7 первая модель попавшая к нам на обзор с установленной операционной системой android 4.0 но главное ним то что разработчики поднатужились и сделали собственную оболочку такой который уже не хочется удалить сразу после получения рута эта оболочка устанавливается во все новые смартфоны lg и называется optimus ui 3.0 в ней настолько много изменений что мне пришлось бы потратить минимум минут 10 только для того чтобы показать как все это выглядит поэтому предлагаем дождаться обзора флагмана lg optimus 4x hd из-за высокого разрешения экрана последнего оболочки немного отличаются так что в этом обзоре мы поведаем об основных достоинствах третьей версии интерфейса от lg экран блокировки получил множество настроек для разблокировки можно использовать стандартные методы по распознаванию лица графическим ключом и другое либо же с помощью красивого метода разблокировки пальцем посмотрите как это работает при желании на экран блокировки можно вывести четыре ярлыка в том числе из загруженных приложений а верху экрана установить один из трех виджетов часами естественно с экрана блокировки можно попасть настройки просмотреть список уведомлений или активировать ту или иную функцию список последних настраивается отдельно количество ярлыков впечатляет и так пора переходить к рабочему столу отличие от optimus 4x hd количество окон ограничено 5 штуками для вызова настроек рабочего стола можно воспользоваться привычным методом долгим тапом на свободном месте или нажатием на плюс в верхней правой части экрана как и в optimus ui 2.0 в этом меню доступны виджеты приложения ярлыки и обои окна рабочего стола и список приложений поддерживают цикличную прокрутку если стандартные эффекты вам не нравятся их можно изменить предлагаем посмотреть как это выглядит как видите плавность работы интерфейса куда лучше той что мы видели на android 2 и 3 анимацией сопровождается каждое действие например забавно выглядит удаление ярлыка с рабочего стола присутствует быстрое создание папок простым перетаскиванием одного ярлыка на другой взгляните чего только стоит одно масштабирование папок и автоматическое смещение ярлыков нечто подобное мы встречали в смартфонах motorola но разработчики optimus ui пошли дальше это же можно делать и с ярлыками в нижней панели переходим к списку приложений по умолчанию ярлыки расположены в виде матрицы 4 на 5 но при желании их количество можно увеличить еще на 10 штук установив отображение в виде матрицы 5 на 6 это же можно сделать и в меню загрузки как и на рабочем столе присутствует возможность создания папок и размещения ярлыков на собственное усмотрение при первом включении смартфона вам предложат ввести данные своих учетных записей facebook и twitter одноклассники и вконтакте после чего контакты из социальных сетей автоматически появятся в телефонной книге то есть пользователи избавили от необходимости установки клиентов популярных социальных сетей для того чтобы всегда иметь под рукой свежую информацию достаточно зайти в телефонную книгу и посмотреть данные любого из контактов изменения коснулись и браузера помимо визуальных эффектов появилась возможность установки яркости скорость работы браузера далеко не самая высокая и напрямую зависит от количества свободной оперативки музыкальные и видео проигрыватели тоже были доработаны главной особенностью первого является то что музыку можно сортировать не только по названию исполнителю или альбому но и папкам чего очень не хватает большинству стандартных плееров для копирования файлов смартфон используется mtp протокол с видео плеером дела обстоят несколько иначе полезным изменением можно считать возможность регулировки яркости никаких других фишек плеер не имеет учитывая геогерцевый процессор ожидаешь от смартфона поддержки различных форматов видео на деле оказалось что плееру по силам только видео в контейнере avi свежая разрешением все что выходит за эти рамки воспроизводится только с помощью сторонних плееров в режиме слайд-шоу причиной столь слабой мультимедийной составляющей стала графическое ядро adreno 200 после столь радужной части пришло время спуститься на землю ведь стильный дизайн и функциональная оболочка это лишь обертка для плавного функционирования последний необходимо мощное железо а с этим-то у лги оптимус l7 далеко не все так гладко наверняка вам встречались два описания технических характеристик смартфона в одном упоминается двухъядерный процессор ти омап а в другом простенький qualcomm mcm 72 27 а всем было сложно поверить в то что флагман линейки может оснащаться процессором прошлого поколения и вот занавес приоткрыт истина оказалась горькой и l7 действительно использует решение qualcomm 72 27 а частотой 1 гигагерц и графическим ядром adreno 200 такой же процессор используется и в других недорогих смартфонах его главными отличиями от аналога без буквы а является увеличенная частота и архитектура арм версии 7 а вот бутылочным горлышком как мы уже сказали стало графическое ядро adreno 200 вместо более мощного adreno 205 это значит что играть можно будет только в простенькие игры например последняя серия angry birds ощутимо подтормаживает из-за чего играть становится просто невозможным как мы уже говорили optimus l7 комплектуется мощным аккумулятором на 1700 миллиампер часов в условиях активной эксплуатации время работы составляет рабочий день максимально на что можно рассчитывать трое суток при активированном режиме экономии энергии помимо дизайна и интерфейса смартфон привлекает внимание большим IPS дисплеем с яркостью в пределах от 4 до 250 кандел на метр квадратный если всматриваться можно увидеть пиксели но в большинстве ситуаций они незаметны дисплей обладает отличной цветопередачей и хорошими углами обзора смартфон оснащен 5 мегапиксельной камеры с автофокусом интерфейс остался прежним настроек немного скорость работы средняя а вот качество фотографий и видео довольно неплохое правда из-за слабого графического ядра ограничены возможности видеосъемки частности максимальное разрешение она составляет смешные 640 на 480 точек предлагаем оценить фотографии и видео по следующим примером lg optimus l7 приятно удивил на своим интерфейсом качественным дисплеем и камерой с последней правда не обошлось без оговорок слабым местом смартфона оказалось графическое ядро поэтому lg optimus l7 можно рекомендовать только тем кто не собирается запускать на нем игры